Башпотребсоюз планирует в два раза увеличить количество заготовительных пунктов к 2024 году, с 42 до 84. Об этом сообщил заместитель министра торговли и услуг Валерий Белов на заседании профильного комитета госсобрания. Он добавил, что по итогам прошлого года практически по всем экономическим показателям предприятие демонстрирует рост. Общий объем выручки увеличился на 4% и превысил 6 миллиардов рублей. Проседание на 3% отмечено в оборотах заготовительных пунктов до 471 миллиона рублей. По заготовительным пунктам на селе задача была сформулирована таким образом, что в каждом районе к 2024 году должен появиться хотя бы один дополнительный современный комплекс по приему продукции от населения, дав возможность населению посредством механизма института самозанятых реализовать себя, а крепкие хозяйства, действующие за год конторы, реанимируют и вывести на новый уровень заготовки и переработки сельхозпродукции. К 2024 году Башпотребсоюз планирует довести выручку до 12 миллиардов рублей. Для достижения целей планируется увеличить число магазинов 630 до 1000, модернизировать существующие производства, нарастить объемы выпуска местной продукции, а также развить сеть социальных столовых и кафе. Критического роста цен на продукты в Башкортостане в ближайшее время не ожидается. Однако может сократиться ассортимент товаров. Это связано с возможными сложностями в поставках упаковки. Об этом телеканалу РБК Уфа сообщил председатель Башкирской торговой ассоциации Игорь Прозоров. По мнению экспертов, сейчас главное, чтобы ритейлеры обеспечивали бесперебойную продажу продуктов и товаров первой необходимости. И, несмотря на неопределенность на рынках сбыта, нужно дать возможность им саморегулироваться. Искусственное сдерживание цен может привести к выжидательной тактике оптовиков и заморозке отгрузки со складов. Что касается ритейлеров, которые уже значительно подняли цены на товары, не входящие в перечень социально значимых, то это можно расценивать как некую попытку перестраховаться. Все предприниматели, конечно, смотрят в прошлое, какие цены были на рынке, смотрят на ситуацию, пытаются заглянуть в будущее, а как придет товар и по какой цене, а как они будут за него платить. И то, что нам, так сказать, наши заокеанские партнеры создали новые условия, мы в них оказались. И, соответственно, на тот товар, который остался и, возможно, какие-то ограничения, опять же, оптовики и предприниматели постараются определить ту цену, которая будет соответствовать рынку. На сегодняшний день региональные торговые сети ведут переговоры напрямую с производителями, в том числе сахара. В региональном Минторге заявили, что в ближайшей перспективе не ожидается ни значительного роста цен, ни дефицита продуктов из-за санкций. Напомню, в правительстве региона был подписан меморандум о недопущении торговой наценки выше 15% на социально значимые товары. В этот перечень вошли 20 видов продуктов, в том числе хлеб, макароны, молочная продукция, яйца и овощи из борщевого набора. 8 региональных ритейлеров, входящих в состав Башкирской торговой ассоциации, обязались ограничить наценку как минимум на один товар по каждому наименованию. Федеральные же торговые сети приняли решение ограничить ее до 5%. В Пашкортостане возобновят работу вытрезвителей. Соответствующие поправки в закон одобрили депутаты госсобрания на заседании профильного комитета. Правовую базу планируется подготовить в ближайшие 3 года. Создавать вытрезвители предлагается в форме муниципальных и госучреждений. Таким образом, средства на их содержание будут выделять исключительно из бюджета. Наша позиция такова, что вытрезвители ни в коем случае не должны превращаться в коммерческую лавочку по вытягиванию денег из населения. Подобный, к сожалению, негативный опыт был в недалеком прошлом, что и стало одной из причин ликвидации данной системы. Вытрезвители должны служить одной задачей – сохранение жизни и здоровья людей. По данным госсобрания, во время работы в России вытрезвители ежегодно в них доставлялись от 2,5 до 5 миллионов человек. На сегодняшний день в стране из-за алкогольного опьянения каждый год погибает более 50 тысяч человек, из них 10 от переохлаждения. В госсобрании отмечают, что изоляция таких людей в вытрезвителях поможет сохранить их жизнь и поддержит общественный порядок. Напомню, согласно поправкам федеральной законы, власти регионов могут создавать вытрезвители также на основе ГЧП. А на закупку школьных автобусов в прошлом году направили 385 миллионов рублей. Из бюджета республики всего планировали закупить 180 автобусов. Об этом сообщила аудитор контрольно-счетная палата Рахимьян Гумеров. Для сравнения, в 2020 году на эти цели выделили 250 миллионов рублей и приобрели 115 автобусов. На данный момент более 2,5 тысяч детей в республике нуждаются в подвозе до школ и обратно. Однако такой возможностью не обеспечены. Для решения этой проблемы требуется 285 миллионов рублей. Общее количество обучающихся в общеобразовательных организациях, не обеспеченных подвозом до места обучения и обратно, составило 2648 человек. Это 5,4%. Таким образом, для обеспечения всех учащихся, нуждающихся в подвозе до общеобразовательной организации и обратно, необходимо приобретение примерно 132 школьных автобусов на 20 посадочных мест. На сегодняшний день в республике насчитывается 78 школьных автобусов старше 10 лет. По правилам их нельзя использовать для перевозки детей. В следующем году количество старых и непригодных автобусов может увеличиться до 490, а это более 35% от общего их числа. Парк «Патриот» в Чешминском районе примет первую смену из 200 курсантов в июне этого года. Об этом сообщает пресс-служба главы республики. На создание комплекса из бюджета региона направили 272 миллиона. Его разместили на территории бывшей военной части Валкина-2. Сейчас там завершается реконструкция бывшей казармы. В ближайшее время приступят к благоустройству территории. К 2024 году в комплексе появится конгресс-центр, мечеть, конно-спортивный и огневой центры. У меня же какая идея, что ребята приехали на военно-патриотическое. К ним родители приехали, родители погуляли, посмотрели с детьми технику. Кто-то может со временем какое-то кафе здесь поставить. То есть у меня идея такая, что это не только военно-патриотическое, но чтобы сюда могли семьям приезжать и провести какой-то досуг. Детям интересно посмотреть военную технику. Вот посмотрели. Приехали на Лигу героев, занялись спортом тоже. Вот так вот. По данным регионального Минобра, всего в этом году запланировано 38 пятидневных смен. 8 тысяч подростков получат навыки первоначальной военной подготовки. Уже укомплектован штат педагогов и воспитателей. Также здесь будут проходить 12-дневные смены для воспитанников военно-патриотических клубов от 14 до 18 лет. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.